Слушай, Васян, ну что, у нас опять досрочный финал Лидии Чемпионов? Ну, Атлетика Баруси, ты, Миша. Ну, ты, кстати, зря иронизируешь. Семен, мне кажется, настроен серьезно и имеет все шансы на финал. Но я, конечно, о паре Реал-Мансити. Ну да, классическое уже современное противостояние. В последние два года победитель этой пары выигрывает и сам турнир. Получается, уже в середине апреля можно будет поздравить Реал с 15-м Кубком Чемпионов? Чего? Да Сити их размажет, прям как в прошлом году. Счет 4-0 тебе ни о чем не напоминает? Пусть сначала в АПЛ с третьего места поднимутся, ладно, а Лигу Чемпионов оставят королям этого турнира. Ой, я лучше утешу их и предложу им майку сборной России, потому что мы с друзьями из фона сейчас проводим розыгрыш игровой формы нашей национальной команды с автографами всех игроков, в том числе и наших легионеров Головина, Мирунчука и Захаряна. Конкурс мы проводим в нашем телеграм-канале. Заходите, все подробности по ссылочке внизу. Слушай, ну да, Кроссу или Модричу прям очень нужна форма сборной России. С автографом Головина. Думаю, они все же выберут кубок. Полуфинал пройдет в Ман-Сити. Первая причина – интенсивность. Аномальное количество травм в начале и по ходу сезона не могло не сказаться на реале. После Нового года Мадрид по физике частенько проседает. В ответ на матч 1-8 Лиги Чемпионов слабо проводящий сезон Лейпциг сумел и перебить, и перебегать сливочных. Ну а Ман-Сити в этом сезоне Лиги Чемпионов, даже владея мячом почти 70% времени, пробежал гораздо больше Реала. Горожане навяжут команде Анчелотти интенсивный атакующий футбол Мадридцы. Сумасшедшего темпа и командного прессинга просто не выдержат. Выиграет Реал, и первая причина – свежие травмы. Прямо перед противостоянием с Мадридом у Сити повреждение получил целый ряд ключевых игроков. Травмирован основной брат Эдерсон, Артега вообще не топ. В сборной сломался Уотер, человек, который в прошлом году сдержал Венисиуса. Теперь бразильцу будет куда проще. Под вопросом и Стоунс, перевод которого в центр был важным фактором прошлогоднего успеха. У Реала же все главные травмы пришлись на первую половину сезона. Команда адаптировалась, а вот у Гвардиола времени нет. Вторая причина – у Сити нет комплекса Реала. В эпоху Гвардиола в шести матчах с Мадридом в Лиге Чемпионов сливочные были лучшие несколько минут в сезоне 21-22. Та осечка многому научила парней Пепе. И год назад в ответке дома горожане просто растоптали испанцев, не позволив сыграть в привычный им футбол. В этот раз второй матч тоже на Этихаде, где Сити в этом сезоне не проигрывает. Почему бы не повторить прошлогодний сценарий? Тем более, что у Мадрида не будет важных игроков предыдущих лет, а Лабы и Куртуа, да и Милитау только-только восстановился от крестов. Он явно не в форме. Вторая причина – календарь. В Испании на выходных финал Кубка, в котором не участвует Реал. Поэтому у Мадрида перед первым матчем Сити будет целых 9 дней отдыха. 9! Горожане же за это время сыграют два матча в АПЛ с Астанвилла и Кристал Пелос. Игра на Бернабео станет для англичан третий подряд за неделю. Сам Гвардиолу уже жалуется на календарь в интервью. При этом серьезно ротировать состав не получится. В Англии сумасшедшая чемпионская гонка. Реал же в Ла Лиге имеет комфортный отрыв. Так что и к ответной встрече будет свежее. Третья причина – слабые зоны Реала. У Мадрида нет классного центра форварда. Так что в атаке вся надежда на забегание Венисиуса и Родриго. Но Сити, благодаря феноменальному Родри и крутому разрушителю Коваччо, который в этом соне так себя проявляет, может перекусить центр поля. И передачи на бразильских бегунгов отдавать будет некому. Еще одно уязвимое место Мадрида – оборона. Защитники не феерят на мяче. Часто обрезаются и привозят голы под прессингом. Как, например, в матче с безнадежным аутсайдером на Лиге Альмири. Да и для вратаря Лунина это будет первое в карьере противостояние такого запредельного давления. Может поплыть. Третья причина – фактор личности. В Сити игрокам почти не позволяет отходить от схемы Пепа. А вот в реале ценится импровизация в атаке. Например, вбегание в штрафную от Биллиндема. Или успешное подключение переродившегося к Арвахале. Гениальные пассы Кросса и Модрича, Забе, Дибраима и Вальверде. Ну и, разумеется, индивидуальное мастерство Винни и Родриго, которые на двоих в этом сезоне уже набрали почти 50 результативных баллов. В плей-фолче нестандартные действия игроков часто становятся X-факторами. Личности Реала имеют больше свободы. Четвертая причина – атакующий потенциал полузащиты Сити. У Гвардиолы в центре поля есть целых пять игроков, которые в этом сезоне набрали двузначное число баллов по конку плюс пасс. Потрясающий сезон проводит Фоден. Все так же хорош Бернарду. Всегда может прийти на помощь Родри или выстрелить Альварес. Ну а Деброни, вернувшись после травмы, снова показывает всем, кто лучший ассистент в мире. Холланд перестал быть доминирующей голевой угрозой, зато теперь прилететь может откуда угодно. Сити по сравнению с прошлым сезоном стал гораздо более непредсказуемым. Четвертая причина – игра Сити с сильными соперниками и спад футболистов. В этом сезоне команда Гвардиолы лишь раз обыграла клуб из топ-5 АПЛ. В трех матчах с Арсеналом два раза уступили, без шансов проиграли в первом круге Астон-Вилле, потеряли очки с Тоттенхемом и Ливерпулем. Как Апофеоз – неспособность обыграть в суперпроблемной Челси. Плюс многие игроки Сити не в лучшей форме. Холланд меньше забивает, транжирит моменты и пропадает в важных матчах. Доку на спаде, Гриллиш проваливает сезон. Нынешний Сити выглядит заметно более уязвимым, чем год назад. Пятая причина. Ман Сити – лучшая по игре команда этой Лиги Чемпионов. У горожан в нынешнем розыгрыше больше всех голов и реальных, и ожидаемых ударов, продвигающих рывков и передач. Команда Пепа – первая по проценту владения мячом, количеству и точности передач. А еще Сити реже всех дает сопернику пробить поворотом или отдать пас. И ведь это они еще не вышли на свой пик, который часто как раз приходится на апрель и май. Парни-гвардиолы – короли весны и решающих матчей. Ну и пятая причина – переходные фазы. Ползащита Реала в лице Кросса, Модрича, Камовинги и Чуамини знает, как выходить из-под прессинга. Молодые французы отлично находят пространство для короткого паса. А немецкий ветеран лучше в Европе по длинным передачам. Между линиями великолепно открываются резвые Браим и Биллинги. Вальверды носятся без остановки. А супербыстрые Венисиус и Родриго будут раз за разом убегать в контратаке, от которых в этом сезоне частенько страдает Сити. Вспомните матчи с РБ. Реалу не нужно быть лучше соперника. Хватит и нескольких взрывных атак. По классике. Ну что, нас снова ждет огненное противостояние. Да, обе команды показывают невероятно высокий уровень, хотя при этом имеют кучу проблем. Вот что значит экстра-класс. Но Майн-Сити все равно остается фаворитом и обязан проходить Реал. Вот именно, обязан проходить Реал. Реал и пройдет дальше. Команда заслужила 15-й кулок. А вот это не треснет-то, а Сити вообще-то мощнее. Они даже в не самый удачный сезон претендуют на требл, Сашенька. Кто считает, что Пеп снова переедет Анчелоте, выбирайте меня. А если вы верите в силу брови Папа Карла, голосуйте за меня. Оставить голос можно у нас в Телеграме. Ссылка внизу. Саня верит, что правая половина сетки Лиги Чемпионов называют сильной не только из-за Сити Журавлев. И Вассан скоро увидит, какой-кто синегранатовый вылетает из слабой левой половины сетки Балан. Ага. А знаешь, где реально слабая половина? Где? В таблице АПЛ ниже 10-го места. АПЛИСМЕНТЫ